Продолжение следует... Руслан Ачиров. Повторение «Мать учения» правила дорожного движения в нашей студии проверит певец Кирилл Матвеев. А в начале выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор автопроисшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах Республики с 31 октября по 6 ноября зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, где различные травмы получили 13 человек и один человек скончался. Так, 6 ноября на федеральной трассе Лена произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя автомобилем Toyota Prius, двигаясь со стороны Алдана в сторону Нерингри при совершении обгона впереди движущегося автомобиля, не учел дорожные и метеорологические условия, не убедился в безопасности совершаемого маневра и отсутствии встречных транспортных средств, в результате чего совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем FAV. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте. Тремя днями ранее водитель женщина, управляя автомашиной Suzuki Ignis, следуя по улице Аюнского на регулируемом пешеходном переходе, совершила наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Медики диагностировали у пострадавшего перелом ребра и ушибы. В этот день другая автомобилистка за рулем автомобиля Honda Insight, двигаясь по автодороге нам, совершила наезд на пешехода. В результате мужчина получил переломы обеих ног, перелом ребер и грудных позвонков. Был госпитализирован в республиканскую больницу номер 2. В момент происшествия автомобилистка была трезва, чего не скажешь про мужчину. В ходе разбирательств по факту дорожно-транспортного происшествия у пешехода установлено состояние алкогольного опьянения. И опять же, 3 ноября в Якутске на регулируемом перекрестке улиц Лермонтова и Петровского произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого вновь пострадал пеший участник дорожного движения. Водитель, управляя автомашиной Toyota Premium при повороте направо, не предоставил преимущества в движении пешеходу-женщине, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Пенсионерка в результате наезда получила перелом ноги и предплечья. Водитель отвез женщину в травпункт. Госавтоинспекция напоминает, что водителю транспортного средства необходимо выбирать скорость движения с учетом дорожных и погодных условий, видимости, освещенности и других факторов, которые оказывают влияние на безопасность движения. Пешеходам, в свою очередь, даже при наличии преимущества необходимо убедиться, что водители транспортных средств вас видят и остановились, и лишь после этого начать продолжать движение. А в темное время необходимо использовать световозвращающие элементы, они значительно улучшают и повышают видимость пешехода для автоводителей. А мы продолжаем. Снять с учета или прекратить регистрацию авто. Чем отличаются эти процедуры, в каких случаях можно сделать это все через госуслуги, а когда придется посетить ГИБДД? И что будет, если автомобиль без регистрации все еще эксплуатируется? На все эти вопросы мы постараемся ответить в следующем материале. Так, прекращение регистрации транспортного средства может быть произведено на основании заявления владельца транспортного средства, также по заявлению прежнего владельца транспортного средства, в случае, если новый собственник не внес изменения в регистрационные данные в течение 10 дней с момента заключения сделки по переходе права собственности. При наличии информации, сведений о смерти владельца транспортного средства, также при наличии сведений о ликвидации юридического лица, являющегося владельцем транспортного средства, либо прекращение физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, при наличии сведений о прекращении опеки по петельству над собственником транспортного средства, Если постановка транспортного средства на государственный учет осуществлена на основании документов, признанных последствиями поддельными, подложными, либо недействительными, а также при наличии оснований, указанных в части 1 статьи 20 настоящего федерального закона, в порядке и условиях, которые определяются правительством Российской Федерации и в связи с истечением срока государственного учета транспортного средства. 10 ноября в нашей стране отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Это профессиональный праздник, благополучно пережил и исчезновение государства, в календаре которого появился, и смену названия самого объекта честования. Впрочем, 10 ноября в массовом сознании остается старым добрым днем милиции, пусть она сейчас и называется по-другому, потому что каждый понимает, именно эти люди в форме защищают порядок на улицах и покой в наших домах. Сегодня в нашей студии мы рады поздравить с этим днем Николая Родионова, старшего инспектора ДПС ГИБДД, капитана полиции, и Василия Максимова, инспектора ДПС ГИБДД, лейтенанта полиции. Здравствуйте. Спасибо. Примите поздравления, ваш профессиональный праздник. Расскажите, какова история данного праздника? Ну, история праздника, она еще зародилась в 1715 году при Петре I. Тогда он создал охрану общественного порядка и назвал ее полицией. И уже с 1917 года вышло постановление НКВД РСФСР о создании рабочей милиции. И уже с 1962 года можно назвать, что уже день советской милиции. Можно так назвать. Ну, а расскажите, как этот день отмечают наши якутские сотрудники ГИБДД? Ну, торжественно отмечают отличившихся сотрудников, награждают их. Также приходят пенсионеры, ветераны МВД, рассказывают о своих периодах службы. Приходят артисты, ну, как у всех организаций, можно так сказать. Ну, и несение службы. Никто не отменял несение службы. Выходим. Мы как раз-таки в этот день работаем, по-моему. Да? Да. Ну, а вот, думаю, зрителям интересно, как вы пришли в эту профессию? Ну, как захотел, пришел. Можно так сказать. То есть это как было, ну, изначально желание? Да, желание, захотел. И вот как-то... А вас как? Ну, то же самое. Хотел и пришел сначала на милицию. И по сегодняшней работаю в органах внутренних дел. Я думаю, что у вас есть какие-то интересные истории, может, из вашей практики. Можете ли вам что-нибудь рассказать? О, веселых историй очень много. Очень много. Ну, стараемся вообще не держать себе. Все сразу, постоянно забывать. Но каждый день у нас новая история. Водители же все разные. И вот поэтому каждый день у нас совсем другой. Так, наверное, скорее всего, вот в пожаре людей спасли. Вот недавно нас наградили государственной наградой. Да, поздравляем, кстати. А как это произошло? Расскажите поподробнее. Вы увидели пожар? Да, так получилось, что мы на место происшествия приехали самые первые из... Из наружных служб. Да, из наружных служб. Сразу на сообщения отреагировали, сразу подъехали. Увидели задымление двухэтажного деревянного дома. Сразу начали стучаться в двери, кричать всем, что все выходили. Дальше там узнали, что есть человек на втором этаже. Там сильное задымление было. И уже со второго раза смогли человека вытащить. И вот, и также бабушку с двумя детьми через окно пришлось вытащить уже. И уже все, там уже пожарники подъехали. Начали тушить пожар. Да, ну это, можно сказать, это вообще героическая история. Вы-то как-то скромно рассказываете об этом, но на самом деле это очень героический поступок. А вот кого можете назвать своим наставником или учителем? Наставником, учителем мы можем назвать, наверное, для меня это мои командиры взвода. Владимир Русланович и Георгий Накентьевич всегда помогают. Сейчас у нас век цифровизации, информатизации, то есть появления новых технологичных устройств. И вообще, как с их появлением упростилось, может быть даже, возможно, в какой-то мере усложнилась работа сотрудников ГИБДД? Конечно упростилось. Появились планшеты. В планшетах новые базы постоянно обновляются. Можно уже легко определить водителя лишенным права управления. Машина незарегистрированная. Также помогают вот эти камеры, которые у нас на перекрестках постоянно стоят. Можно легко уже, если ориентировка дается, можно уже легко машину найти. Недавно появились автороган. Да, кстати. Хорошо очень. Да, тоже крутая система. Это же комплекс, который можно на 360 градусов все вокруг себя анализировать, снимать, снимать все номера и так далее. Да, да. А он уже полноценно работает или еще в тестовом режиме? Нет, уже полноценно работает. Уже установили на пять автомашин. Уже они работают. Чувствуется уже как отдача? Да, конечно, конечно, отдача чувствуется. Ну, я думаю, что в этот праздничный день есть замечательная возможность что-то пожелать своим коллегам, поздравить их с праздником. Вы можете это вот сделать на камеру. Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел, сердечно вас поздравляю с профессиональным праздником. Хочу пожелать безопасности в работе, успехов в работе, крепких сил, отменного здоровья, больших успехов и ярких достижений и семейного счастья. Спасибо большое вам за то, что вы сегодня посетили нашу программу. Также вас поздравляем с вашим профессиональным днем, присоединяемся ко всем поздравлениям. Ну и, конечно, друзья, мы продолжаем нашу программу. А мы продолжаем. По статистике, 80% автолюбителей совершают сделку, опираясь на искренние заверения продавца об идеальном состоянии машины и прилагаемых документов. Проблемы с законом настигают через несколько месяцев, а то и через год или два после приобретения транспортного средства. Авто оказывается в залоге у банка, кредите, угоне или розыске. А дальше судебные тяжбы и большая вероятность расстаться с любимой ласточкой навсегда. Как проверить юридический статус автомобиля перед покупкой и как правильно оформить договор купли-продажи, об этом мы расскажем вам в нашей рубрике «Полезная за минуту». Для того, чтобы проверить автомобиль на чистоту сделки и так далее, сейчас существует очень множество различных сайтов, как платных, так и бесплатных, но все-таки рекомендации юристов всегда обращаться к официальным сайтам. Таких сайтов три существует на настоящий момент. Это однозначно официальный сайт ГИБДД МВД России, где вводится ВИН-номер, индивидуальный номер автотранспортного средства, госномер. И можно посмотреть, имеются ли на данном автотранспортном средстве какие-то либо штрафы, аресты, запреты на регистрационные действия и так далее. Для того, чтобы проверить непосредственно самого хозяина машины, тот, кто продает, можно обратиться к сайту Федеральной службы судебных приставов и посмотреть, имеются ли в отношении данного продавца автотранспортного средства какие-либо исполнительные производства. Потому что, если он является должником, соответственно, приставы могут вынести в отношении данного гражданина точно так же запрет на регистрационные действия, то, что касается автотранспортного средства. И то есть сделка не будет в последующем оформлена в органы ГИБДД. Также можно проверить автомашину и желательно проверить это на сайте залогового имущества, куда передается вся информация по транспортным средствам. Если он продается под залог непосредственно транспортным средствам, то банки, ломбарды и так далее, все должны туда предоставлять сведения именно в отношении транспортного средства, что оно числится в залоге. Значит, оформляется между продавцом и покупателем. Нотариально сделать не требуется. Раньше было, как говорится, такое требование. Люди, в принципе, могут и сейчас обратиться к нотариусу, он может заверить. Но обязательного требования такого сейчас не существует. Обязательно необходимо просто указать дату договора, место заключения договора, паспортные данные продавца-покупателя. Обязательно все данные на автотранспортное средство, то есть номер кузова, двигателя, шасси, цвет, марка, год выпуска и так далее. Обязательно указать данные ПТС, паспорт технического транспортного средства. Когда выдан, кем выдан, способ передачи денежных средств, наличный, безналичный, передача ключей, передача документов. Это все необходимо отразить также в договоре. Можно отдельным актом приема передачи транспортного средства, либо указать непосредственно в самом договоре. Кто такие юидовцы и чем они занимаются? Юид сегодня это более 400 тысяч детей в возрасте от 8 до 18 лет. И расшифровывается эта аббревиатура как «Юные инспекторы движения». Эта организация зародилась в далеком 1973 году, но основные ее задачи со временем мало изменились. Ребята по-прежнему изучают правила дорожного движения, а также делятся своими знаниями с другими детьми. На днях в столичной школе номер 3 прошло посвящение в юные помощники инспекторов движения. 72 дошкольника из 8 детских садов Якутска получили высокое звание ЮПИТ. Гордые мальчишки и девчонки теперь не просто члены отряды дорожного движения. Они теперь сами могут учить других ребят. Начиная с ясельной группы, это 2-3 года, мы знакомим детей со светофорами, дорожными знаками. Чем дети становятся старше, тем программа более-более усложняется. Уже давно известно, что дети запоминают лучше то, что им говорят и показывают их сверстники. Поэтому через детские команды ЮПИТ, созданные 3 года назад на базе дошкольных учреждений, активно идет пропаганда культуры поведения на улице, профилактика детского травматизма и повышение родительской ответственности за свое поведение на улице. Команды ЮПИТ выступают перед нашими малышами. Конечно, ребята смотрят с огромным удивлением, с огромным интересом, потому что наши ребята в красивой форме, как вы видели, да, яркая такая красивая форма. У них всегда интересные вот такие агитбригадные выступления. Агитбригада, вы же знаете, что это буквально 5-6 минут, но такое вот тезисное, пафосное выступление, да, они очень хорошо запоминаются детям. Где правильно? Молодцы. Отлично. Неверно. Попробуй еще раз. Отлично. На занятиях дошкольники узнают, как правильно вести себя на улице и в общественном транспорте, что такое язык улиц и дорог, а полученные знания они закрепляют в играх во время прогулки. Таким образом, готовятся к осознанному и безопасному поведению на дороге. Сейчас хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, где горожане проверяют свои знания правил дорожного движения. Наш тест, напомню, состоит из 10 вопросов, и сегодня на них ответит наш гость, это певец Кирилл Матвеев. Кирилл, приветствую. Привет. Традиционный вопрос, как и всем нашим гостям, какой у тебя водительский стаж? Так, 5 лет. В 17-м году получил. И постоянно водишь практику. Да, постоянно. С 19-го года уже. Хорошо. Ну, сегодня у тебя есть возможность проверить свои знания. У нас будет 10 вопросов. Первый уже на экране. Итак, на каком расстоянии до неровного участка дороги устанавливается этот знак вне населенного пункта? Варианты ответов непосредственно перед неровным участком дороги. Второй вариант 50-100 метров и третий вариант 150-300 метров. Так, у нас вопрос вне населенного пункта, да? Вне населенного пункта от 150 до 300 метров. От 150 до 300? Да. А в населенном пункте от 50, тогда у нас правильный ответ будет третий. Угу. Третий вариант. Хорошо, принято. Следующий вопрос. Вам разрешено продолжить движение по траекториям А или В, по траекториям В или В, по любой траектории из указанных? Так. Так. Прямо мы можем. Так. А тогда точно правильный. И знак стоит разворота ЖД. Угу. Так. Да. Правильный ответ будет А и В. А или В. А или В. То есть вариант номер один, да? А или В. Да. Принято. Следующий вопрос. В каком месте вам следует остановиться? Варианты ответов перед светофором, перед пересекаемой проезжей частью в любом из перечисленных. Так. Перед пересекаемой проезжей части точно нет. В любом из точек тогда. Ну, тогда первый будет. Перед светофором. Перед светофором. Вариант номер один. Принято. Следующий вопрос. На каком расстоянии от транспортного средства должен быть выставлен знак аварийной остановки в данной ситуации? Вариантов ответов четыре. Не менее 20 метров, не менее 15 метров, не менее 10 метров и не менее 30 метров. Так. У нас стоит знак остановка запрещена, да? То ли 15, то ли 30. Так. В населенном пункте походу будет 15. 15 метров, не менее 15 метров. Вариант номер два. Принято. Следующий вопрос. Разрешено ли вам выполнить поворот направо в данной ситуации? Варианты ответов запрещено. Разрешено. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи транспортным средствам, движущимся с других направлений. И третий вариант. Разрешено. У нас там сплошная линия. Если направо, то нам надо было с правой стороны САИД. Так. Тогда запрещено будет. Запрещено. Вариант номер один. В этом можем только прямо и налево. Направо и запрещено. Хорошо. Следующий вопрос. Можно ли вам выполнить разворот по данной траектории? Варианты ответов. Можно. Можно, если ширина проезжей части недостаточно для выполнения маневра из крайнего левого положения. И вариант третий. Нельзя. Так. Можно ли вам разворот? Можно. Первый. Вариант номер один. Да. Принято. Следующий вопрос. Разрешается ли водителю движение со слишком малой скоростью? Варианты ответов. Запрещается. Разрешается. Разрешается, если при этом не создаются помехи другим транспортным средствам. Разрешается, если при этом не создаются помехи другим транспортным средствам. Вариант номер три. Да, третий будет. Хорошо. Следующий вопрос. Можно ли вам начать обгон в населенном пункте? Варианты ответов. Можно. Можно, если обгон будет завершен до переезда. И третий вариант. Нельзя. Так, в населенном пункте, да, знак уже стоит. Нет, мы не успеем точно, потому что у нас там расстояние знака от 50 до 100 ЖД. Так, нет, нельзя. Нельзя, вариант номер 3. Третий будет ответ. Принято. Следующий вопрос. В каком месте на данном участке дороги вам разрешено поставить автомобиль на длительную стоянку? Варианты ответов. В любом месте на обочине. Только через 500 метров на специальной площадке. И третий вариант. Во всех перечисленных местах. Если на длительную стоянку, то только через 500 метров на специальной площадке. Вариант номер 2. Да. Так, следующий вопрос, последний. Вы наверены повернуть налево. Ваши действия. Варианты ответов. Проедете перекресток первым. Выехав на перекресток, уступите дорогу встречному грузовому автомобилю и завершите поворот. И третий вариант. Уступите дорогу обоим грузовым автомобилям. Так, здесь у нас знака нет. Тогда помеха справа. Так, обоим грузовым автомобилям. Уступите дорогу обоим грузовым автомобилям. Вариант номер 3. Хорошо, это был последний вопрос. Итак, вы ответили правильно или неправильно, мы сейчас узнаем. Поможет нам в этом преподаватель автошколы и фаворит Наталья Ленских. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Кирилл, здравствуйте. Вы ответили на 10 экзаменационных вопросов. И первый вопрос был. На каком расстоянии до неровного участка дороги устанавливается тот знак вне населенного пункта? И вы дали правильный ответ. Вне населенного пункта 150-300 метров. Следующий вопрос. Вам разрешено продолжить движение. И действительно, вы бы ответили правильно по траектории А или В. Знак говорит место для разворота. В зоне действия данного знака поворот налево запрещен. Следующий вопрос. В каком месте вам следует остановиться? Правильный ответ перед светофором. Вы ответили правильно. На каком расстоянии от транспортного средства должен быть выставлен знак аварийной остановки в данной ситуации? В населенном пункте знак аварийной остановки выставляется за 15 метров. Вы правильно ответили, несмотря на ваши сомнения. 30 метров – это вне населенного пункта. Разрешено ли вам выполнить поворот направо в данной ситуации? Абсолютно верно рассуждали. Сплошную линию разметки пересекать запрещено правилами. И в данной ситуации запрещено повернуть. Можно ли вам выполнить разворот по данной траектории? К сожалению, здесь вы ответили неверно. По данной траектории развернуться можно, но только в том случае, если ширина проезжей части недостаточно для выполнения маневра. Разрешается ли водителю движение со слишком малой скоростью? Движение со слишком малой скоростью действительно разрешается, если вы не создаете помехи другим участникам движения. Это был правильный ответ. Можно ли вам начать обгон в населенном пункте? Обгон запрещен на железнодорожном переезде и 100 метров до переезда. Правильный ответ – нельзя. В каком месте на данном участке дороги вам разрешено поставить автомобиль на длительную стоянку? На длительную стоянку только через 500 метров вы дали верный ответ. Да. Вы намерены повернуть налево ваши действия? Действительно, на нерегулируемом перекрестке мы смотрим на помеху. Справа, в данной ситуации, вы должны уступить дорогу обоим грузовым автомобилям. Из 10 вопросов вы верно ответили на 9 вопросов. Это хороший, я думаю, это хороший показатель. Но, тем не менее, всегда и всем рекомендую правила дорожного движения иногда повторять. Спасибо большое. Вот и подошла к концу наша телепередача. Дорогие уважаемые телезрители, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Ну а всем водителям и пешеходам мы желаем безопасности на дорогах. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова